Предстоящий 2018 год, год собаки, а как известно, собака самый верный друг человека и сегодня помогает людям практически во всем. Мы в центре кинологической службы областного МВД и идем знакомиться, наверное, с самыми серьезными представителями вида. В центре кинологической службы у нас идет распределение собак по направлениям. Соответственно, у нас есть 4 блока вольеров. В каждом вольере содержатся собаки по разным направлениям. Первый блок – собаки общеразвитного профиля. Дальше второй блок – собаки спецпрофиля. Это собаки по поиску взрывчатых существ, оружия, боеприпасов, наркотических средств. И третий блок – собаки патрульно-постовой службы. Все собаки разные, но собаки нету одинаковые. А на сегодня сколько у вас собак в вольерах содержит? На данный момент более 50 собак со щенками. И часть собак, которые щенки, они на стадии подготовки. Кто-то из них поедет в школу. Как только вырастут, потом уже идет распределение. А это какие породы у вас представлены? Ну, мы используем породы. Самое основное – это немецкая овчарка. Сейчас уже поступление пошло бельгийских овчарок. Это в постановлении Маринуа. Вот. Спанельки. Русские спанели. Два спанеля. Ротвеллеры. Кавказ здесь. Она не злобная. Можете поднимать. Это щенятник, где мы производим выводку собак. Соответственно, здесь у нас происходит… Есть два отделения маточника, где у нас происходит разведение собак. И вот, соответственно, это наши в углове собаки, которые в дальнейшем будут нести службу на территории города и области. Расскажи, будешь большой злой собакой? Будешь искать преступников? Нет, пока он только хочет есть мою перчатку. Собаку зовут Гоу Сарфо Тарантел, а для друзей просто Рокки. Для чего предназначен пёс? Собака применяется по розыску, по запаху следу человека, также для задержания преступников. А как давно вы работаете с этим псом? Ой, мы с ним работаем уже 6 лет вместе. То есть, как я поступил на службу, он, можно сказать, родился. Три месяца стажировки я прошёл и забрал трёхмесячного щенка. И вот всё это время я его готовил, и вот вместе с ним несём службу. Мы понимаем друг друга с полуслов. Он всю жизнь со мной живёт. Мы прекрасно друг друга. Вот сейчас я понимаю, что он уже хочет укусить помощника, фигуранта. То есть он уже видит его уже? Да-да, он уже видит фигуранта и хочет его укусить. Хочет сидеть. Тренировки у собак на площадке проходят практически ежедневно. Они выполняют множество упражнений. Например, вот эта мышеловка учит собак пролезать в узких пространствах. Рома кличка его – Вольфер Удаль-Жеран. Просто я его называю Вольф. Проще, удобнее. И, соответственно, он выступает. Вольф, ко мне! Педем. Сидеть. Вольф использует спецпрофиль по поиску оружия и боеприпасов. Звучит и писает. Сейчас он в строю, работа. Выехали с Вольфом на пост ГИБДД в Грязовецком районе. Это было у нас 1 мая. Была остановлена сотрудниками ГИБДД автомашина. Автомашина с лицами кавказской национальности. С помощью собаки была обследована данная машина. И собака обозначила предмет в районе переднего пассажирского сидения. Сделала обозначение. Соответственно, информацию я передал сотруднику ГИБДД. И в данной машине был изъят пистолет. Это собаки, которые несут службу непосредственно на территории города Волгу. Используется каждый день. Я имею в виду не одна собака. Я имею в виду, какой кинолог заступает на смену. Соответственно, он приезжает сюда, забирает собаку и несет службу. Уравновешенные. Могут задержать преступника. Могут защитить хозяина кинолога. И, соответственно, использовать надо их последовательно. Ротеллер очень хороший, охранительный. Очень недоверчивый. Ну да. Но, тем не менее, уравновешенные. Вот у нас сейчас представлена машина, которая в данный момент заряжена. Заряжена имитатором взрывчатого вещества. Тротил. Вот. Сейчас Вольф будет этот самый, высквивать данную автомашину. И, соответственно, если он найдет это взрывчатое вещество, он должен своим положением обозначить, где находится взрывчатое вещество. Мы договорились с кинологами. Мы спрятали уже в нашей машине контейнер с имитатором запаха наркотического средства. Посмотрим, как Спаниэль Юта справится с задачей и отыщет вещество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я запрещаю побольше колок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Положение называется «Замирание». Она обозначила, где именно конкретно находится имитатор вещества. Как говорят и здесь, собаки по характеру дружелюбные, терпеливые, выносливые, не любят перемен. А значит, и нас ждет мирный и дружелюбный год. А главное, под защитой вот таких вот четвероногих помощников полицейских. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА